Организаторами был проделан большой пласт работы. Мы сделали большой трек. Здесь более 300 тонн препятствий различного уровня. В настоящий момент, я думаю, что это, наверное, самый большой у нас и насыщенный эндоро-стадион в стране. Мне хотелось бы отметить компанию «Фусагра» как генерального спонсора данного мероприятия нашего главного партнера и Федерации мотоциклятного спорта Саратовской области и города Балакова. Хотелось бы сказать большое спасибо нашим топовым райдерам России, которых мы видим перед вами. Станция трассы, длина трассы, на ЧП «Мир» она практически в два раза короче. То есть тут трек немножко длиннее и все препятствия, хоть их много, они немножко растянуты. То есть после первой тренировки свободной немножко мнение такое было, блин, не получается немножко ехать. Нет баланса в треке. Но на коллекции, в принципе, нашел такой темп, который можно катить. То есть и траектории, и как-то трек немножко пошел по душе. В следующем году мы еще выше поднимем уровень проведения Кубкова Фосагра до международного соревнования. Я как бы не особо специализируюсь на супер эндуро. Я его еду, да, я умею ездить препятствия, бревна, покрышки. Но у меня нет столько много времени тренировочных, допустим, как, например, у Давида. Это его прям стихия, он катается по стадиону. Я больше занимаюсь хард эндуро, это в горах, в лесу, экстремальные подъемы, спуски, кто не знает. Но для меня стадион немножко сложнее, чем едется, чем парням. Но, тем не менее, я пытаюсь нащупать темп, пытаюсь найти свою скорость. Сегодня было очень непривычно ехать, так как тренировал я в последний раз в стадион, наверное, полгода назад, а может даже и больше. У меня была травма колена, и в связи с травмой у меня был большой пропуск вообще в тренировках и в соревнованиях. Очень красивый стадион получился. Зеленый трап, надутые всякие арки. Глаз очень радует. А в основном то же самое, что у Михаила, специально, чтобы тренировать стадион, я очень редко выезжаю. В основном тоже там горы, хард эндуро и все остальное. То есть стадион очень редко у меня получается тренировать, поэтому я так себе здесь гонщик. Во-первых, публику перестаешь замечать, как только стартуешь. Как только флагом взмахнули, ты поехал, у тебя концентрация только на треке, на мотоцикле и на себе. Поэтому, да, классно видеть, когда огромное количество людей смотрит, наблюдает за тобой, аплодирует, поддерживает. Это прям подбадривает и заряжает. Но это когда стоишь перед стартом, после старта, ощущаешь именно вот эту мощь, всю зрительскую поддержку. Но когда ты на треке, все это прям опускается и у тебя концентрация только на треке. Но в целом, именно со стороны участников и зрителей, в целом прям масштабно и круто. Когда в центре внимания у тебя стадион и зрители по кругу сидят и смотрят. Не где-то там в лесу, они там на подъеме каком-то одном посмотрели и вышли, а здесь именно концентрация все вот в одной точке. Ну я могу ответить по поводу травмы. Очень травмоопасный спорт, если ты не владеешь техникой заезда препятствий. Ну или хотя бы, ну а в основном у новичков это кто пытается попробовать себя в этом виде спорта, именно в стадионе. И очень многие пытаются спешить, пытаются показать, что они могут ехать. И в итоге это заканчивается травмами, падениями какими-то. Нужно все-таки уделять этому внимание дома, тренироваться, отрабатывать те же покрышки, там бревна, камни. Уметь их заезжать стабильно и без ошибок. Тогда приезжая на такой стадион, не будет никаких проблем. Даже пусть не быстро, но стабильно ты проедешь без всяких травм. По поводу травм, у меня были и переломы, и связки я рвал, и руки ломал. То есть стабильно раз в год какая-нибудь травма всплывает. Ты когда заходишь в ворота, вот мы с заднего входа заезжаем на машинах. И сразу обращаем внимание на боксы, на комнаты механиков, проезды к стадиону. Все сделано именно для того, чтобы не футболисты ходили по переходам, а именно мотоциклы заезжали. Мягкие подушки на стадионе. Видно, что стадион специализирован именно под мотоспорт. У нас есть в России несколько центров мотоциклетного спорта. Там, где люди ходят на мотоциклетный спорт, которые привыкли посещать соревнования по мотоциклетному спорту. Им это интересно. Если мы там посмотрим соревнования по мотоциклетному спорту в подобном формате, которые проходили в Москве или в других регионах, вы там увидите единицы зрителей, десятки зрителей. Может быть в лучшем случае это будут сотни зрителей. То есть здесь весь город привык ходить на соревнования по мотоциклетному спорту. И, кстати, подобная привычка есть только в тех регионах, где развивается пидвейн. Мы сегодня записывали видео, интро, и говорили о том, что это историческое событие. Потому что до этого момента, до сегодняшнего дня в России ни разу не собирался стадион на эндурокросс. У нас были мероприятия, прорыв в Москве, где участвовали FMXеры, фристайлеры, BMXеры, дрифт и так далее. И где-то там на задворках эндурокросс ездил, супер эндуро. Короче, мы в предвкушении, потому что одно дело, наша основная история, как мы участвуем, это стартуешь и уезжаешь куда-то в горы. Особенно если приезжаешь к нему на гонку в Геленджик, уезжаешь, стоп на 8. И хорошо, что если ты через 8 часов спустился, даже может быть и не без мотоцикла, но ты уже вышел из этих гор. И все, никто не видит, что происходит, какие там есть, ну, GoPro еще, ладно. А вот эта история, она может показать, то есть пацаны могут заинтересоваться, мотоциклы все более и более доступны, китайская техника, питбайки. Дети смотрят вот на это, тоже хотят потихонечку, но сейчас. И, возможно, среди тех, кто завтра придет на стадион, появится будущее Черняева. Вот, как раз был-то парнем, который, ну, достаточно безбашенно ездил на каком-то таком потрепанном мотоцикле, в потрепанной форме, потом раз-раз-раз-раз и просто там стал чемпионом России абсолютно. В 2000 каком году, да? В 21-м. В 21-м году, да. Возможно, завтра вот зародится новая звезда Hard Enduro. Благодаря тому, что это шоу, они это видят, чувствуют, и вот эти вот эмоции их переполняют. Они хотят, приходят и купим мне питбайк, папа. У нас с вами есть гонка, в которой участвуют 15 спортсменов. Они едут несколько кругов. Вот, кто их приехал первым, тот, собственно, как бы и победитель. Ну, вот, к примеру, гонку, которую проводит Михаил, было заявлено и приехало 530, да, 530 участников. Более массовый, более доступный спорт. Ну, да, он несколько проще, потому что наши мотоциклы предназначены для езды, грубо говоря, за хлебушком. Просто покататься по лесу и можно участвовать в соревнованиях, да. Это спидвей, там, более сложный мотоцикл, техника, и можешь гонять только по специальному треку. Поэтому... И мы видим на дороге. Да. Поэтому потенциал очень большой. С точки зрения количества спортсменов, доступности и сколько вообще участников. Пидбайк можно спокойно посадить там 5-6-летнего ребенка. Но участие в профессиональных соревнованиях по экстрим-эндуро, по супер-эндуро возможно только 16 лет. Соревнований по эндуро у нас огромнейшее количество. На самом деле это, наверное, самый популярный мотоциклетный спорт в стране. Эндуро. Если мы с вами возьмем то количество соревнований, которые проходят в России, ничего нет даже близко. У нас здесь есть организатор, не попоюсь этого слова, наверное, лучшей гонки в стране, самый массовый. Это Михаил Гаврилов, команда 100% фондуро. Они проводят соревнования в Геленджике. Мы ежегодно видим там более 500 спортсменов. Подобные соревнования проходили в городе Хвалынск на протяжении 5 лет. И мы очень долгое время соревновались с Михаилом по количеству участников. Но, к сожалению, в связи с преобразованием национального парка Хвалынский, у нас возникли вопросы с управляющей компанией, которая управляет, собственно, этим заповедником. И на этом у нас соревнования в Хвалынске закончились. Пока было возможно, мы их проводили. Если выделять отдельный эндуро кросс, он, как правило, отдельно редко очень проводится. Это, как правило, такое превью перед гонкой. Прелюдия, говори своими словами. Прелюдия перед гонкой или это квалификация перед гонкой. Также у Михаила на гонке. Первый день гонки – это стадион и потом два дня леса. Основное количество гонок, которые проводятся в эндуро, это классика или какой-то хард эндуро. Когда мы все уезжаем в лес, нас никто не видит. Ни зрителей, ни репортера, ни семей. На самом деле в Саратовской области проходит, что в данной дисциплине достаточно много мероприятий. То есть ежегодно, до начала пандемии, до пандемийной годы мы застраиваем в Саратове набережную космонавтов. То есть привозим туда практически то же самое. И это происходило на День города в 2018-2019 году. Я думаю, что в этом году мы будем с администрацией муниципального образования города Саратов обсуждать возобновление данного проекта. Равно как и на месте приземления Гагарина у нас тоже построен большой эндуро-парк, эндуро-стадион. И мы там тоже во время торжественных мероприятий, посвященных первому полету человека в космос, в парке поколителей космоса, также проводим ежегодные соревнования именно 12 апреля. Не женское это дело. Скажем так, занимаются и в мире, и в России, просто их сильно меньше. Это немножко... Им сильно сложнее. Да, это спорт. То есть в мотокроссе много девочек, и они конкурируют с мальчиками в целом. В эндуро надо еще быть физически больше мальчиком, потому что иногда надо и перенести мотоцикл куда-то, отвезти его, перетащить, поймать, когда он у тебя падает. Ну, у нас в команде есть, например, девушка из Санкт-Петербурга, вот, травмировалась, правда, на гонке зимой. Сейчас вот восстанавливает колено Варвара, вот, так что. Ведем социальные сети. И в социальные сети есть ощущение, что мы тренируемся каждый день. И иногда приезжаешь на какую-то гонку, выиграешь ее, и говорят, ну, понятно, профессионально спортсмен, каждый день гоняешь. Я говорю, ребят, хотите, я расскажу вам свой график. Я в 6 утра встаю, в 7 дочку отвожу в школу, потом еду в офис, во время обеда переезжаю на завод. И после завода у меня есть время, ну, только забрать с гимнастики дочку, потренироваться полчасика-часик, может быть. А если я не успеваю, то у меня всегда снято видео на выходных, которые я в течение недели выкладываю. Вот, поэтому для нас мы себя называем профессиональные любители. То есть мы вроде как бы уже и не любители, но уже точно не профессионалы, потому что, да, есть контракты, да, есть денежные контракты, которые приносят нам деньги, приносят нам технические спонсоры, но они не покрывают в любом случае тех затрат, которые, ну, не 2 тысячи евро, конечно, роль, вот, но все равно они бюджетны, поэтому тратим мы пока больше, чем этот. Но мы получаем удовольствие, поэтому с удовольствием отстегиваем. Карьера профессиональная немножко начинает возвращаться, потому что прошлый год, 22-й год, именно, она была на большой такой, на длинной паузе, непонятно, какая пауза была, если могла сойти, то есть пауза. В данный момент все возвращается потихоньку, подписываю новые контракты, жду возможность, ищу возможность, чтобы вернуться в международные соревнования. Давид Леонов просто травмировался несколько лет назад, поэтому пропустил у нас сезон прошлый и позапрошлый. Я дома почти не живу, там постоянно где-то тренируюсь, кем-то, где-то, где лежит, горы, где есть рельеф. Есть ли у вас, Данила, хоть одни выходные в году без соревнований, расскажите? Нет, каждый год, с 14-го года, я просто каждые выходные почти где-то. Живу в автобусе, не любите, и все елки, у меня есть диван в машине, были два бюджетного блока, а именно, почему они простые, потому что можно заехать быстро на них, они позволяют проехать элемент быстро, но можно ушатать два колеса, а именно диски. Поэтому для меня, лично для меня это было непростой элемент, потому что я берег колеса и на квалификации надо играть. Все остальное едется и быстро, и медленно, в целом достаточно просто. Вот, потому что я как только выехал на старт, это было одно из первых препятствий, и я садился так, что вылетел через руль. Вот, долго приходил в себя, и, в общем, каждый раз, подъезжая к ним, вспоминал это. То есть это вот такое препятствие, которое, если ты не можешь проехать, сделав неправильно, то есть не рассчитав, ты можешь, ну, вы сами видели, что ноги там кувыркали через руль, вот, поэтому для меня покрышки-то огромные. Ну, если посмотреть на мире, да, есть такой известный спортсмен Джарвис, Грэхэм, да, я говорил там. Ему там много лет, он уже почти там дедушка, и он едет все на технике. Основа все равно техника. Чем у тебя лучше техника, тем ты меньше устаешь, тем меньше забиваются руки, меньше дыхания и все остальное. Соответственно, ну, физическая подготовка должна быть у тебя любого спортсмена, неважно, чем ты занимаешься. То есть можно фигачить в зале, кроссфит, плавать, бегать, не знаю, участвовать в айронмэне, в триатлоне, но и не ездить в мотоцикле, от этого пользы никакой не будет. Ты его не сможешь взять и пронести всю трассу. Ну, в общем, можно больше укладываться все-таки на мотоцикл и поддерживать форму, и разменять там физическую подготовку в зале, там, для среднего уровня, там, профессионалов, там, быстрых, так скажем, любителей, можно два-три раза в неделю ходить, это за глаза будет.